Всем привет! Меня зовут Стас. Я занимаюсь летной недвижимостью. Сегодня я расскажу вам, как купить квартиру за миллион рублей. Мы пробовали найти подобную квартиру в Москве, но, к сожалению, таких вариантов не существует. Поэтому мы едем в город Электросталь. Там я расскажу вам, возможно ли купить квартиру на вторичном рынке. Какую квартиру можно купить на первичном рынке за миллион рублей. Подведем итог выпуска. Мы тема и реновации, сноса пятиэтажек. Поговорим с жильцами, посмотрим на их настроение. Смотрите этот выпуск до конца. Я уверен, он будет интересный. Поехали! Итак, нам удалось найти уникальный объект. Там 183 метра. Уникальная технология поклейки обоев. Обои, как мне сказали, являются живыми, пока сам не понимаю, что это. Там есть сауна, там есть джакузи. И уникальный вид из окна, где можно понаблюдать утром за утками. Ну что, друзья, поехали! Это яркие представители, собственники, гости. Здравствуйте! Безключевой доступ, кстати. Здесь преобладают зеленые тона, и это создает такой элемент свежести. Ну что, с Богом, друзья! О, сразу мы попадаем в уборную. Уникальная ванна, горячая, холодная вода, санузел. Проведена алюминиевая сантехника. Хороший объект, я считаю, для миллиона рублей. Ну что, пойдемте дальше. Что-то мне подсказывает, что здесь варятся равиоли. Равиоли с кроликом. Пробовал в Италии, кстати. Сушится перчик чили, приехавший из Мексики. Ну, судя по состоянию квартиры, можно понять, кто здесь живет. Какой образ жизни у этих людей. Да, при желании здесь можно провести капремонт. Можно все к чертовой матери вычистить. Но я думаю, что это не лучший вариант. Это целесообразнее все-таки искать объекты на первичном рынке. Пойдемте дальше, посмотрим, познакомимся с жильцами квартиры. Здрасте. Как ваше настроение? Как вопрос продажи квартиры у вас обстоит? Но проблем, все, дела идут. Процесс ближется к логическому завершению. А как, если не секрет, вот если бы к вам сейчас пришел человек и сказал, слушайте, мы забираем эту квартиру. Вот пришел бы человек сейчас с улицы и спросил, что вы хотите за эту квартиру? Вот если сейчас вам что-то дать, и сюда зашел бы новый жилец. Миллион двести. Миллион двести? А двести уступили бы? Нет. А если бы вот сейчас живыми принесли миллион рублей? Да. Ой, двое, посмотри, какой она белая на подоконнике. Хранитель лечега. Честно могу сказать, что с детства не был в подобной квартире. Совсем в подростковом возрасте я был в не совсем правильных компаниях. Какое-то количество времени проводил в подобных квартирах, но мне с трудом верилось, что что-то подобное существует. Рекомендую сейчас нам всем дружно, ускоренно, отправиться в новый дом. Посмотреть, что мы можем приобрести за миллион рублей, но уже в новом доме. Поехали. На самом деле это не совсем весело. Мы хотели начать с небольшой шутки этот выпуск, но выглядит это все достаточно грустно. Неразумно, думаю, покупать подобную квартиру за миллион рублей. Есть смысл, пусть подальше, но в новом доме, жить со своей инфраструктурой, с правильными соседями, без страха того, что соседняя квартира может вдруг внезапно в один момент сгореть. Не просто было найти квартиру в новом доме за миллион рублей, но мы попробовали позвонить по указанному номеру на окнах, попали на Дениса. Денис является представителем застройщика, и он единственный в этом городе, кто в праздничный день зарабатывает деньги. За это я жму ему крепко руку. А сейчас мы посмотрим квартиру, которая в готовом варианте стоит чуть больше миллиона, но на этапе котлована такую квартиру можно купить за миллион с небольшим, миллион сто, миллион двести. Пожалуйста, обращаем внимание на контраст того, где мы сейчас были и куда мы сейчас заходим. А сколько отделка, сведем, на такую квартиру приходится в базовые комплектации брать? Если черновая отделка, да, служа с материалами компании, где-то, наверное, пять с половиной тысяч квадратных метров. Пять с половиной тысяч за квадратный метр. Здесь у нас сколько метров? А, тридцать один с половиной. 173 тысячи двести пятьдесят рублей. То есть если купить на этапе котлована за миллион сто, предположим, квартиру такую, сколько в среднем вы строите, по крайней мере, но в средний срок возведения дома и сдачи его? Около года. Около года. То есть мы купили квартиру, год подождали, за год подкопили полмиллиона рублей. Знаете, полмиллиона рублей обустроили квартиру, отремонтировали, поставили мебель и заехали. Отлично, то есть год с небольшим, миллион с небольшим, и ты обладаешь свою жилплощадь в городе Электростали. Бау! Что мы получаем в первой квартире? Ну, мягко говоря, ничего, кроме копоти, старого строения, странного соседства, большого геморроя с точки зрения ремонта и восстановления, потому что я думаю, что там денег потребуется чуть больше на ремонт, в силу того, что придется чистить это помещение. Я не знаю, как его почистить энергетически, с трудом себя представляю, потому что я думаю, что основная задача будет состоять в этом. Здесь мы имеем новый дом, новый район с наличием своей инфраструктуры. Рядом строящиеся дома, соответственно, вся аудитория будет новая. Ну, ключевым плюсом, наверное, в данном варианте является пешая доступность до станции машиностроителей. Это город Электростали, благодаря которой можно добраться до города за полтора часа. То есть в 7 утра мы выехали, в 8.30 мы находимся на Курском вокзале, а полчаса доработает и в офисе. У каждого из нас достаточно много вопросов в отношении съема, сдачи, покупки, продажи, юридического оформления. Прямо сейчас пишите комментарии, а мы будем на них отвечать. На самые интересные мы запишем отдельный сюжет и осветим ту или иную тему. Ваши дома не будут подносить? Так мы вот как раз-таки эту тему и хотим осветить. Вот этот вот дом спод снос. Снос? Вы не здесь живете? Нет. Мой дом первая бывшая советская, да, а сейчас Никитинская. Она тоже под снос? Он, вернее, тоже под снос? Под снос. Ну как лучше, жить в старом доме, но привычном, или все-таки переехать в какой-то новый дом? Нет, а я привык в этом доме. Домой не звонили вам тоже, не спрашиваешь? Все, звонили и все. Ну она желает переехать? Да, честно. Не знаю. Вроде-ка желать, вроде-ка и нет, я не знаю. Фотографирую сам себя. Как жена будет говорить, так я и поеду. Будьте здоровы, до встречи. Счастливо. В общем, мы находимся с вами в Измайлово. Приехали мы сюда с целью осветить вопрос сноса пятиэтажек. Только что мы общались с представителем города Измайлова, который четко выразил свою позицию против переселения. Как вы относитесь к вопросу реновации? Как вы относитесь к вопросу сноса пятиэтажек? Нет. Ну расскажите, вы-то здесь живете? Да. Вас не сносят? Да, сносят. Мы попали в список. Ну и что, как вы к этому относитесь? Ну вообще, и да, и нет. А если да, смотреть? Смутно. Если да, ну, по-бухмарях, куда переселят. Ну если это будет вот в этом же районе, там, может быть. Ну если это будет где-то рядышком, то да. То есть, вот, в принципе, переехать в новый дом, вот в рамках данного проекта, это было бы интересно. Главное, чтобы это было тут же. Естественно. Слушайте, ну, а как жильцы сами относятся, если вот взять общую составляющую настроения, соседи? Ну, как бы, много соседей за. Мы сейчас просто разговаривали с мужчиной, который категорически против, но он доверяет своей жене. Против, наверное, все-таки это определенная возрастная категория, прям вот совсем пожилых людей, которые настолько не хотят своей жизни ничего менять. Ну, конечно, моя мама, вот, 93 года, она тоже, как бы, ей это и нафиг не нужно, как говорят. Спасибо вам огромное, всего хорошего, удачи вам. До свидания. Можно прям вот один вопросик вам очень насущный задать. Сносит дом ваш? План стоит? Нет, у нас кирпичный дом. Вас не сносит? Не знаю. Ну, как ваше отношение вообще к этому вопросу? Ну, нас устраивает, конечно, у нас нормально, дом крепкий. Привыкли, да? Да, привыкли. Ну, причем вопрос, у нас там кое-где гнилая проводка, сантехника, вот ее надо ремонтировать, конечно. А состояние дома самое? А состояние дома нормально, хорошее. Но все-таки, а новое жилье? Ну, вот завтра придут, скажут. Выезжайте, вот ваш новый дом. Это все зависит от... Куда? От объема квартиры. Если дадут больше площадь, то я, конечно, за выезд. Спасибо большое. Искренне. Берегите себя, здоровья вам. До свидания. Ну, нет, осталось, я уже... Так, хватит, не нужно, ничего не осталось. Получайте удовольствие, живите. Как говорится, поговорка, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, у которых по 100 рублей есть. Берегите себя, всего хорошего. Блин, я переживаю искренне за этих людей, реально. Ну, не за переездов и сносов, а вот за их, вот, то, как они на жизнь смотрят. Но меня это заботит, реально. Меня заботят вот и сотрудниками в компании, я все время пытаюсь пробить туда в голову, сказать, что, блядь, ну, можно по-другому на мир смотреть. Что он может быть красочнее, он может быть проще. В нем все возможно. Ну, понятно, пожилому человеку проезд сложнее объяснить это, да? Но, тем не менее, он забывает о том, что у него есть близкие, у него есть дочка, у него есть, там, не знаю, кто-то, внучка. Он думает, что про 100 рублей, но его тоже можно понять. Вот так вот. Изучая вопрос реинновации, мы столкнулись с двумя точками зрения. Первая точка зрения – это точка зрения города и мэрии города. А город говорит о том, что содержать ветхие дома достаточно дорого и проще построить новый дом, преобразовать эстетическую составляющую нашего города и пригорода. Также есть точка зрения самих жильцов, которые делятся на две позиции. Первая позиция – это позиция «за». Это люди, которые осознают, что целесообразнее было бы переехать в новый дом, который строится по новым технологиям, современной инженерии, с лифтами. Вторая позиция – позиция «против». Чаще всего это люди возрастные, которые привыкли к своим квартирам, в которых они прожили, там, не один десяток лет. И сложно, для них очень сложно открыть для себя что-то новое. Я за снос пятиэтажек, я за эстетику, я за преобразование, я за развитие. На смену любого элемента в нашей жизни приходит новый элемент. Я думаю, самое время городу преобразоваться с точки зрения самих строений. Вот и подошел к концу мой первый выпуск. Спасибо, что были с нами, спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я искренне нуждаюсь в вашей обратной связи. Она необходима мне для того, чтобы создавать еще более насыщенный информативный контент. Спасибо, увидимся с вами через неделю. Всего хорошего, счастливо. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Давай, 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 давай.